Данное исследование было сформировано, в том числе по запросу от органов власти, которым интересно о том, насколько наше возможное отставание в данном технологическом направлении может привести к угрозе экономической безопасности нашей страны. Я сначала вам расскажу данные свежие по мировому рынку робототехники, данные по российскому рынку робототехники, потом отдельная часть будет по сервисной, потому что это тоже интересное новое направление и важная часть мирового рынка. И потом мы фокусно поговорим про государственную политику и рекомендации, которые могут быть использованы для развития и улучшения российского рынка. Мировой рынок робототехники растет, по сравнению с 2016-2017 годом рынок вырос на 30%, и в целом IFR прогнозирует среднегодовой рост до 2021 года в районе 14%, но это довольно скромные оценки и в дальнейшем этот рынок будет расти, я думаю, значительно сильнее. Это просто такие данные. В прогнозе всегда лучше, что твой прогноз, данные реально не превышают то, что ты напрогнозировал, чем ты когда-то спрогнозировал, а получилось наоборот хуже. Объем рынка промышленной робототехники мерится по двум частям. Это сами промышленные роботы, и рынок составил промышленных роботов 16 миллиардов долларов, а рынок всех роботехнических систем, то есть это и программное обеспечение, и оснастка, и сопряженное какое-то оборудование, порядка 48 миллиардов долларов. Основные страны, куда поставляются роботы, это азиатские страны, лидирующие по объему установок роботов. Это Китай, Япония, Южная Корея, за ними идут США и Германия. Причем в Китае в целом устанавливается где-то каждый третий робот, который производится в мире. Недавно совершенно поднялся в рейтинге Вьетнам. Еще два года назад во Вьетнаме было всего лишь 1-2 тысячи роботов устанавливается, но сейчас многие производства переносятся из Китая в Вьетнам, потому что там дешевле рабочая сила, и происходит процесс автоматизации производства. Из-за этого Вьетнам серьезно поднялся в рейтинге по количеству устанавливаемых роботов. Как вы видите, даже для таких стран, как Индия, Тарланд, это нормальный уровень внедрения роботов, это порядка 3 тысяч роботов в год. Когда у нас в стране, как уже сегодня упоминалось, это порядка 700 роботов в год устанавливается. Это говорит о том, что в целом в России очень большие перспективы по развитию и использованию промышленных роботов. Это уже зрелая технология, зрелый рынок за рубежом, и нам скорее нужно больше информировать об этих технологиях, проводить такие мероприятия и делать эти технологии более доступными для предприятий. Интересно, Китай. Это отдельная тема. Я очень люблю говорить о Китае, изучать Китай, потому что каким-то образом они за каких-то 5 лет стали глобальными лидерами по количеству используемых роботов. Причина основная, вы видите на экране, где-то в 2009-2010 году произошел какой-то всплеск неимоверный. Я думала, там приставала к нашим партнерам из Китайской ассоциации робототехники, может там какая-то государственная политика такая была прям мегаэффективная, коллеги сказали, что основная причина — это развитие использования роботов в автопроме и производстве электроники. И поэтому эти отрасли стали естественным драйвером развития робототехники. То есть робототехника, она не сама по себе. Она развивается тогда, когда есть промышленная отрасль, у которой есть деньги, у которой растет спрос, которая обладает массовым логератмизированным производством, и там роботы выстреливают, помогают быть эффективнее предприятиям. Поэтому у нас, почему одна из тем была выбрана пищевка? Потому что сейчас как раз мы видим, что отрасль пищевая является как раз быстро растущей отраслью. Еще также в Китае началось производство роботов именно в тот момент, когда стал расти рынок. То есть локализация роботов у нас в стране не может быть, когда сам рынок маленький и недостаточный для того, чтобы вообще производство и локализация отечественных роботов была эффективной. И мы видим, что в целом первая локализация и производство роботов в Китае возникла в 2005 году. Это была компания EBB. У них там сейчас и R&D-центр есть, и активно они развиваются и взаимодействуют с провинциальными властями, которые предоставляют им хорошие условия для развития. И следующая волна, большая локализация производства в Китае образовалась в 2013 году, когда уже стало очевидно, что рынок растет, и все дальше будет только больше. И там локализовались такие производства, как ESC, Vepsin, KUKA, KAMAO и так далее. То есть сейчас в целом довольно сложно определить, а сколько же реально производится роботов в Китае. Потому что много там локализовано производств, но информация о том, в каком количестве роботов производится, она не собирается, не агрегируется и так далее. Есть только данные о самих китайских производителях. То есть тут, скорее всего, еще одна треть – это те роботы, которые производятся уже зарубежными компаниями в самом Китае. Также в Китае были приняты государственные меры по развитию отрасли. В 2013 году был Министерством промышленности и информационных технологий создан гайдлайн по развитию промробототехники. В 2016 году был создан документ о план развития робототехники. И в 2017 году был создан план по развитию искусственного интеллекта. Поговорим еще о наших братьях славяных, о рынке Восточной Европы. Рынок Восточной Европы значительно растет. И причем темп роста рынка Восточной Европы и объем продаж в других странах Восточной Европы превышает тот объем продаж, который есть у нас в стране. То есть лидируют Чехия, Венгрия, Польша, Словакия. Они даже по своему объему потребления роботов превышают то потребление роботов, которое есть у нас сейчас. Там еще и производство тоже локализуется, потому что там дешевле рабочая сила по сравнению со странами Западной Европы. И уже туда тащатся роботы, в том числе из вот этих стран. Где вообще сконцентрирована производство роботов? Оно сконцентрировано в Японии. 56% промышленных роботов производится японскими производителями. Это и Фанук, и Кавасаки, и Яскава, и Дэнса, и Панасоник. Их много, даже не все. Там основной центр компетенции, навыков и производственных возможностей. И сами японцы просто начали еще это довольно давно, еще как бы лет 50 назад. И поэтому у них уже это все выстроено и довольно популярно, и используется широко. Интересно, что в самом Японии почти нету зарубежных роботов. То есть довольно закрытый рынок, и в Японии само там около 700 или 600 роботов завозится там зарубежными производителями. Они сами свой рынок полностью обеспечивают. Плотность роботизации – это ключевой показатель для определения того, насколько широко используются роботы. Это количество роботов на 10 тысяч рабочих. И лидерами здесь является Южная Корея и Сингапур. Сингапур совсем недавно появился в этом рейтинге. Там, собственно, не так уж много производственных мощностей, поэтому они довольно быстро поднялись и стали вторыми. Потом за Сингапуром идет Германия, Япония, Швеция. В Китае поднялся до 97 роботов на 10 тысяч рабочих, хотя год назад там было в районе 80. Это было ниже среднемирового показателя. Сейчас же они уже выше среднемирового показателя плотности роботизации. Самая высокая плотность роботизации, конечно же, в Европе, потому что вообще в целом человеческий труд, он дорогой и дешевле что-то автоматизировать, роботизировать, чем использовать труд людей. Труд людей можно переводить на какие-то более высококвалифицированные задачи. Продажи роботов по отраслям сегодня упоминали, поэтому коротко. Основные драйверы это автопром и производство электроники, еще металлургия, машиностроение. Пищевая промышленность растет на 20%. Это в целом хороший показатель, но как бы она еще там не в топе. Где используются с процентным соотношением роботы чаще всего, то это вот 33% в автопроме, производство электроники. В целом у нас в стране тоже около 30-40% приходится на автопром. Про российский рынок роботов. 700 роботов было установлено в прошлом году. Почему был провал такой большой в 2016 году? Потому что около 40% роботов идет на предприятия автопрома. И очень сильно зависит ситуация того, насколько вообще, какие обстоятельства есть на этом рынке, какие факторы влияют. Локализуется у нас производство, не локализуется у нас производство. Поэтому робототехника, она сильно зависит от других отраслей. Вот как раз демонстрация этого факта. То есть в целом для того, чтобы оценивать, как развивается роботизация у нас в стране, нужно смотреть на другие отрасли, не на общий показатель вместе с автопромом, потому что автопром может быть иногда как рулетка. Один год есть, другой год нет. 40% автопром, металлургия и образование – это лидеры. В целом образование драйвит не только промышленную робототехнику, но и сервисную. Все понимают, что робототехника будущая, она нужна. И поэтому покупают для образовательных целей и в кружки какие-то иногда промышленных роботов тащат, и для WorldSkills, и для университетов. Разные совершенно бывают истории, но тем не менее это образование сейчас становится прямо драйвером развития роботехнической отрасли. Для чего используются роботы в производстве в основном? Это сварка, пайка, погрузочные-разгрузочные операции, механическая обработка, покраска и дозирование. Российский рынок промышленной робототехники, он у самих роботов порядка 2 миллиарда рублей, а рынок роботехнических систем чуть-чуть не дотягивает до 6 миллиардов рублей. Мы сделали прогноз развития у нас робототехники в стране. Это довольно такой, ну, сдержанный прогноз, я его назову так, потому что сейчас уже в целом, вот в этом году ощущается тенденция того, что рост интереса к теме растет. Вот даже вот, ну, там, статистика нашего воркшопа, когда первый воркшоп полгод назад был 200 человек, а сейчас 400, но это говорит о том, что тема нужна и она актуальна. И сейчас вот в нашем этом прогнозе отмечено, что даже если у нас рост рынка будет там порядка 15% в год, то мы к показателю 5000 роботов доберемся только где-то к 30-му году. Мы считаем, что около только 5000 роботов, это вообще показать, ну, уровень того, когда, возможно, какая-то локализация производства роботов у нас в стране, она вообще может быть эффективной. И мы, когда общаемся с государством, мы тоже наносим позицию, что для того, чтобы у нас появилось хорошее производство, массовое производство промышленных роботов, давайте мы сначала рынок подрастим сам по себе для того, чтобы это было вообще эффективно. Теперь про рынок сервисной робототехники. Это отдельная другая история. Фиара отдельно собирает данные по рынку промышленной робототехники, отдельно по сервисной. И рынок сам сервисной робототехники делится на две истории. Первая история – это профессиональное использование B2B и рынок персональный, B2C. И сам по себе особенность рынка такова, что в целом в B2B могут быть довольно дорогие решения, там порядка, допустим, миллиона рублей, если проект российский кейс. А если это B2C-шное решение, то какие-то роботы для образования, то и ценник должен быть другой, там в районе 20 тысяч рублей, например, чтобы это вообще было как-то доступно людям и продавалось. Ну и, соответственно, в количественном выражении персональных роботов продается больше, а профессиональных роботов продается меньше, но тем не менее по объемам рынка это довольно значительный рынок. Где сконцентрированы производители сервисных роботов? По данным AIFAR, основное производство сервисных роботов – это в Европе. Порядка 45%. Но есть определенная сложность вообще сбора статистических данных в данной области. То есть в целом это добровольное дело, и компании, которые хотят, чтобы они были включены в статистику, предоставляют эти данные. Это не является обязательным. И в целом многое может быть еще не учтено. Допустим, многие китайские компании даже не знают английского языка, не то, что предоставляют данные Международной Федерации Робототехники. Я думаю, что китайский рынок, азиатский рынок во многом недооценен, и многие данные оттуда не собраны. Потому что если участвовать в выставках, экспозициях, ездить смотреть автоматику или World Robot Conference в Китае, это две большие разные вещи, и, конечно, сервисных роботов будет больше в Китае, в Азии. Объем рынка профессиональной сервисной робототехники растет. Он вырос почти в полтора раза, и в 2017 году составил 6,6 миллиардов долларов. Для сравнения, рынок персональной сервисной робототехники, он там дотягивает еле-еле до 2 миллиарда долларов. То есть это совершенно разные две истории. То есть персональную робототехнику даже сложнее продавать. То есть тебе надо убедить, зачем это нужно. То есть это по фану или какую функцию полезную исполняет. То есть понятно, робот-пылесос, а какие-то другие вещи, как робот-компаньон персональный, а зачем, если есть смартфон и так далее. А истории, которые связаны с B2B-историей, они более легко, наверное, продаваемы, потому что сами компании не понимают, зачем им нужен робот. Они умеют считать деньги, они понимают, что им может вообще дать. И роботы реально выполняют какие-то полезные функции. Продажи профессиональных сервисных роботов здесь представлены в штуках. И основной сегмент профессиональной робототехники – это логистика. Около 60% или 50% продаж приходится на логистических роботов. Это сейчас очень-очень горячая тема. Очень много логистических роботов различных мобильных платформ встречается на выставках, экспозициях. Популярные роботы для работы в общественных местах – это что-то вроде промо-боты или кики. Военные роботы тоже продаются и в количественном выражении значительный сегмент. Но еще там связано с тем, что они такие, ну, их сложно назвать многоразовыми, то есть они часто приходят в негодность от своего использования. Экзоскелеты, полевые роботы. Полевые роботы – это роботы, которые работают вне помещений, в том числе различные сельскохозяйственные роботы, медицинские роботы. Вот здесь в количественном выражении их довольно мало. То есть там порядка 3 тысяч штук было установлено в 2017 году. Здесь отмечу, что в 2018 год здесь прогнозные данные, IFR по данным от производителей. Фактически данные есть в 2017 год. И хоть медицинские роботы в штуках, они там значительно уступают логистическим роботам для общественных мест, но в денежном выражении медицинские роботы находятся на втором месте, потому что такие роботы, как «Довильч», допустим, они очень дорогие. И в объемах, в топе – это рынки логистические, медицинские, полевые, военные. А роботы для общественных мест, которые были на втором месте по количествам продаж, они находятся на пятом месте в денежном выражении. Продажи персональных сервисных роботов растут на 27% в год. И этот рынок тоже разделяется на две части. Это для развлечений. В том числе сюда IFR классифицирует роботов для образования. Хотя вот если смотреть на ту историю, которая есть у нас в стране, и как у нас образовательная робототехника развивается, то выстреливает тогда, когда роботов продают куда-нибудь в кванториумы, продают в кружки различные. А если кружок робототехники, то это тоже бизнес. И здесь тоже многие компании выстраивают какие-то особые бизнес-модели для продажи образовательных роботов, допустим, делают франшизы. Для того, чтобы больше продавать своих роботов. Потому что тут особенность она есть, это и по промышленной робототехнике, и по сервисной робототехнике, что в целом никому не нужен робот сам по себе. Всем нужна уже готовая система, которая удовлетворяет какой-то потребности. И в промышленной робототехнике помогают это сделать интеграторы. То есть есть производитель, есть интегратор, который помогает уже встраивать конкретный процесс. В сервисной робототехнике это тоже наблюдается, что есть бизнес по производству роботов, и есть бизнес по интеграции роботов в какой-то отдельный процесс, потому что всегда проще локально через каких-то партнеров продавать, чем продавать одному по всему миру. Здесь скорее можно сказать, что вообще робототехника – это командный вид спорта. Если ты хочешь продавать больше, то тебе нужны партнеры, которые будут помогать тебе продавать и тоже будут на этом всем зарабатывать. Вот такая история. Рынок сервисной робототехники в России, он растет на 50% в год. И это данные только по 10-11 компаниям, которые предоставляют нам данные на протяжении трех лет. И здесь наблюдается значительный прирост рынка, намного больше, чем на рынке промышленной робототехники. Еще картина изменится в связи с тем, что сейчас многие компании завершают этап тестирования и планируют выводить продукты вообще на рынок. И есть определенная проблема вообще получения данных о компаниях в области сервисной робототехники на стране, потому что это не обязательно. И зачастую компании считают, что как бы, ну, что я буду давать свои данные, я там продал пару роботов. Еще кто-то узнает, у меня такой сайт красивый, все думают, что я такой крутой, у меня столько роботов продается. А вот если я кому-то там скажу, что у меня несколько роботов, то как бы особо гордиться нечем. И поэтому, ну, и этот рынок сам еще не сформировался, и нет такой потребности, как в промышленной робототехнике, наблюдать ее динамику. То есть в промышленной робототехнике сформировались игроки, им нужно знать, насколько там растет общий пирог, чтобы понимать, насколько там выросла их доля в общем объеме продаж. А в сервисной робототехнике этого еще пока нет, такой потребности нет, поэтому я думаю, что в ближайшее время картина эта изменится. Мы в следующем году планируем привлекать Министерство промышленности и торговли, чтобы они помогали нам и рассылали письма с просьбой поучаствовать в этом исследовании компаниям сервисной робототехники, чтобы мы получили более объемную картину того, как у нас развивается данный рынок. Основное у нас в продаже, конечно, это профессиональные робототехники, даже тот сегмент, который есть на персональную робототехнику, это, собственно, образовательные истории. И у нас порядка 20% наших роботов уходит на экспорт. У нас реально этот сегмент очень высокий потенциал для экспорта. И российскими компаниями интересуются за рубежом. То есть сейчас мы много ездим, общаемся с зарубежными ассоциациями, компаниями, мы видим очень большой интерес в российских технологиях. К нам сейчас этим летом на Инопром приезжала корейская делегация робототехники. Они там посещали различные компании, мы делали форумы о сотрудничестве и так далее. То есть в целом я даже скажу, что мы сами, скорее всего, недооцениваем свои технологии, свои разработки, хотя для сравнения у нас в действительности сервисная робототехника развивается на достойном уровне. Вот пример свежий, очень интересно, мне понравился. На позапрошлой неделе была в Ханчжуу на открытии корейского центра робототехники в Китае. Он создан для того, чтобы продвигать корейские роботехнические решения. В Китае там что-то будет вроде хоум-офиса у них, льготные очень условия китайцы предоставляют для открытия этого центра. Вы знаете, какое было мое удивление, когда я там увидела наш экзоатлет. Корейцы продвигают российские технологии в Китай. Это вообще, ну как такое происходит, да? Причем как бы у нас в целом в стране существует очень большой скептицизм по поводу того вообще, что китайский рынок, когда туда выйдешь, они все украдут и так далее. Но если они хотят что-то украсть, они это сделают. И не надо туда ничего привозить. Они сами добудут, скопируют и все сделают. Но китайский рынок, он сейчас готовый. Он подготовлен информационно, и там есть государственная поддержка. И в целом, если компания хочет выходить на китайский рынок, есть торгово-промышленная палата, которая помогает юридически решать вопросы, подготовиться к выходу на рынок. Есть там представительство Сколково, которое тоже помогает решать вопросы, связанные с этим рынком. То есть туда нужно выходить, нужно вообще смотреть, что там происходит, и понимать, как мы можем вообще сотрудничать. Эту тему, я думаю, мы отдельно будем развивать в следующем году. И даже сейчас планируем организовать бизнес-миссию опять на World Robot Conference в Пекине в августе. Там это просто гигантский выставочный комплекс, который завален всякими китайскими роботами. И там просто нужно быть, чтобы это увидеть, как вообще развивается робототехника в Китае. Это опять про экспорт персональных и профессиональных роботов. То есть профессиональные роботы не экспортируются больше. Там вот довольно у нас известны какие-то промо-боты, которые там больше 25 офисов по миру, и они там уже там 400 роботов всего продали за свое развитие, и у них там большие контракты есть с партнерами из США и в других странах. В общем, это реальные примеры того, что этот рынок развивается, он перспективно на стране. И я считаю, что рынок сервисной робототехники стоит развивать, и он будет серьезно расти. И с нашей стороны, если мы пропустим возможность развития рынка сервисной робототехники, то мы будем закупать этих роботов из Китая, из Южной Кореи, так же, как мы сейчас закупаем смартфоны и компьютеры. Это совершенно реально, это будет через 5-10 лет. В целом, мы сейчас уже как бы закупаем промышленных роботов, это уже произошло, но сервисная робототехника – это то, в чем мы можем еще конкурировать, и нужно особое внимание этому уделять. Объем продаж рынков по сегментам. В основном это роботы для общественных мест, образование, исследование, медицина. Но картина и ландшафт в целом будет меняться в следующем году, потому что больше компаний предоставят свои данные. Вот очень популярная тема роботы – рабочие места. Сейчас мы видим другое абсолютно. Кадров не хватает. Отрасли нужны кадры. И в 2018 году компания планирует увеличить свой штат на 33%. Мы сегодня, кстати, общались про потребность кадров в промышленной робототехнике. Та же самая ситуация есть и в сервисной робототехнике. Теперь про государственную политику в области робототехники. Если вы там заметили, то в целом в промышленной робототехнике три компании азиатских были в топе. Это Китай, Южная Корея, Япония. Это вот те страны, которые лидируют азиатские. А еще США и Германия. Мы отдельно рассмотрели вот эти лидирующие страны. Германию не брали там сложнее системы. Она еще интегрирована в Европу. Мы еще отдельно поковыряем эту тему. Но США взяли. Здесь много букв, но я сейчас вам буду пояснять подельно в каждой стране. В Южной Корее в 2008 году был создан закон о развитии интеллектуальных роботов. В 2008 это было 10 лет назад. И в 2010 году был образован Корейский институт по развитию робототехники. И бюджет этого института, скорее это центр по развитию робототехники, составляет порядка 50 миллионов долларов в год. Там есть четыре разных департамента. Это и департамент, который отвечает за государственную политику, отдельный департамент, который отвечает за сертификацию, отдельный департамент, называется Global Expansion Team. Очень сложно это перевести адекватно на российский язык, но они реально работают над тем, чтобы корейская робототехника была везде. И вообще строилось большое широкое сотрудничество с другими странами. И что интересно, вот сейчас как раз Южная Корея становится драйвером того, чтобы образовывать глобальный роботехнический кластер. На прошлой неделе было совещание в Южной Корее, там участвовало шесть стран. Это была Южная Корея, США два кластера, Франция, Малайзия, Сингапур, мы. И обсуждалась возможность создания глобального роботехнического кластера для того, чтобы роботехнические компании сотрудничали между собой. Потому что в целом у каждой страны есть какие-то потребности, которые не могут быть удовлетворены внутри самой страны. У кого-то есть потребность в технологиях, у кого-то есть потребность в рынках, и мы тут можем это как-то мэтчить. И сейчас, даже после того, как я вернулась из Кореи, нам приходят от корейцев запросы на сотрудничество с разными российскими институтами, с разными российскими компаниями, поэтому мы вот здесь будем работать по расширению международного сотрудничества. Это очень такая активная сейчас повестка и дело. В США есть две истории. Есть дорожная карта от интернета к робототехнике и есть национальная роботехническая инициатива. Национальная роботехническая инициатива была образована в 2011 году, и она в целом аккумулирует все интересы, которые есть у государственных ведомств в развитии роботехнической отрасли. Они собирают это все национально-научный фонд, и туда подают свои запросы в исследования такие агентства, как НАСА, ДАРП и другие. Те, кто, точнее не ДАРП, а Министерство обороны местного департамента. Это такой документ, который аккумулирует все потребности в ОРНЗ и государственных ведомств. Второй документ – это дорожная карта от интернета к робототехнике. Этот документ фокусируется на том, чтобы обозначить вообще возможные горизонты развития робототехники, то есть в долгосрочной перспективе 5, 10, 15 лет оцениваться и прописываться стейкхолдеры, кто будет, кто заинтересован в развитии, какие технологии нужны, допустим, для логистики, какие нужны для сельского хозяйства и так далее. Для того, чтобы уже потом можно было развивать и понимать, что нужно финансировать и какой вообще горизонт необходимых технологий для развития. Китай. Пятилетний план. Китай – это один из ключевых документов, на который опираются разные ведомства. И там первый раз значительно робототехника была обозначена в 2011 году в пятилетнем плане, потом она также упоминалась в 2016 году. И в целом от этого пятилетнего плана отталкиваются все остальные. Значимый документ – это сделано в Китае, который выпустен в 2015 году, и сейчас в целом китайские провинции конкурируют между собой, кто круче сделает условия для развития робототехники в своей провинции. Там создаются различные зоны развития, центры, в том числе робототехники. И у них реально есть конкуренция, кто круче предоставит условия для роботехнических компаний. И в какой-то момент те прогнозы, которые провинции и те цели, которые провинции ставят для себя, они начинают превышать вообще те национальные цели, которые поставлены министерством. Поэтому в целом по китайскому рынку есть такое ощущение того, что это может превратиться в пузырь в какой-то момент, потому что производственных мощностей может быть больше, чем их вообще нужно. И когда в этом году была на собрании Генеральной Ассамблеи АЭФАР, очень такой был вопрос китайской ассоциации робототехники, ну что у вас, у вас там также все растет, или вот как бы уже скоро, может быть, пузырь начнет сдуваться, потому что производителям-роботам очень важно понимать, продолжать туда вообще инвестировать, расширять нам производство, или как бы уже достаточно и лучше дальше не наращивать. Что еще интересно, вот план развития роботехнической отрасли, там отмечены и цели развития роботехнической отрасли в 5-10 лет. Еще интересно, что они к 2020 году хотели превысить плотность роботизации, чтобы было 100 роботов на 10 тысяч рабочих, потому что у них в 2016 году было около 45 роботов на 10 тысяч рабочих. В этом году у них уже 95, точнее в 2017. То есть они вполне превысят этот показатель, и, думаю, к 2020 году могут приблизиться к показателю порядка 110-130 роботов на 10 тысяч рабочих. Китай производит своих роботов, но у них очень большая зависимость от зарубежных технологий, компонентов, и они в том числе в своем плане прописывают развитие компетенций по производству роботов, по производству компонентов, потому что они экспортируют компоненты ключевые из Японии, из Кореи. Вот это их такая слабая точка. Они очень любят образовывать различные англомерации, точнее, кластеры, что ли, не кластеры. Когда создается полностью вся цепочка развития создания робота в одном каком-то регионе, и тогда уже потом этого производителя роботов помогают ему продвигаться дальше на национальном рынке и как-то двигаться на мировой. Но я не сказала, что я слышала, что китайские роботы активно продаются в какой-то другой стране. Я слышу, вижу, как они интересуются российским рынком и хотят на него уходить, но пока экспорт китайских роботов в другие страны я не видела, но им не особо надо, потому что основной рынок, конечно, у них внутри, и он очень емкий. Япония. Интересно, что первая стратегия у них была создана еще в 2001 году, и ее предложила Японская ассоциация робототехники, там прописаны, какие есть слабые места робототехники в Японии. Они тогда уже очень бойко развивались по истории промышленной робототехники, а сервисная у них развивалась довольно слабо. И получилось, что как раз из-за того, что у них слабо развивалась сервисная робототехника больше такого специального назначения, когда произошла авария на Фокусима, оказалось, что в Японии нет роботов, которые могут помочь вообще решить эту задачу. И туда в том числе отправлялись наши российские роботы из Южной Кореи. Но это продемонстрировало, что хоть страна может быть с очень высокими компетенциями в одном сегменте робототехники, в какой-то момент появляется тот сегмент робототехники, который нужен, но не может быть удовлетворен потребностями внутри страны. В 2015 году была создана новая стратегия развития робототехники. Она была создана Советом по восстановлению экономики страны. Он был создан при правительстве японском. И эта стратегия направлена на то, чтобы вообще решать социальные вызовы, которые есть в Японии. Это старение населения, уход за больными, замена помощи пожилым людям на производстве и в бизнес-процессах и так далее. И там драйвером является развитие Министерства экономики, торговли и промышленности. Что у нас в России? У нас в России есть две основные истории, где отмечена государственная робототехника. В целом у нас к робототехнике относятся как к сквозной технологии. И даже называют компоненты робототехники сенсорики. И вот эта сквозная технология, она должна быть везде. Но есть определенная сложность, наверное, отношения к робототехнике как к сквозной технологии, и вообще отношения к технологиям как к сквозным, потому что не оцениваются конкретные технологии как к отрасли. А какие там есть проблемы, какие есть игроки на этой отрасли, что нужно системно менять для того, чтобы это как-то развивалось. И в целом у нас происходит какая-то концептуализация. Философственная тема того, как должны развиваться разные технологии отдельно. И причем получается, что пускай это будут квантовые вычисления, или пускай это будет искусственный интеллект или интернет вещей, они все должны развиваться приблизительно одинаковым путем. И в связи с этим не разглядывается специфика, которая есть у этих технологий. И в целом сейчас больше фокус на финансировании отдельных проектов, а не в целом изменение среды. Потом не ставятся приоритеты того, как мы можем развивать отдельную отрасль. Допустим, сколько мы роботов должны продавать к такому-то году. Все очень болеют единорогами. Давайте мы сейчас компанию единорог сделаем, чтобы она стала мировым лидером. Давайте мы будем… Наши целевые показатели будут такие компании. Давайте мы будем измерять, сколько у нас роботов было продано, сколько было там, в каких отраслях, какие пилотные проекты и так далее. То есть конкретнее в том, как должны развиваться отдельные отрасли и технологии. Это вот зверинец всех наших институтов развития. Их много. Они на разные этапы создания технологии нацелены. Кто-то концентрируется на ранней стадии поддержки ученых или стартаперов. Кто-то больше фокусируется на внедрении технологий, на интеграции их, на предприятии, на поддержке предприятий по использованию этих технологий. Что интересно, вот компаний много, институтов развития много, а что, собственно, происходит? Какой реальный эффект от всего этого? Как мы можем померить эффект вложения всех институтов развития в робототехнику? Возник этот вопрос. Мы обратились к нему, снимок к Минпромторгу и совместно с Департаментом цифровых технологий, точнее Департамент рассылал письма институтам развития для того, чтобы знать, а как, собственно, за пять лет была поддержана робототехника, что было сделано всеми эти институтами развития. Вот мы собрали данные по около десяти компаний институтов развития. Из них некоторые делают меры финансовой поддержки, некоторые делают меры нефинансовой поддержки. Допустим, агент стратегических инициатив, они больше помогают продвигаться или с кем-то коннектиться, или они там помогали проектам в области образовательной робототехники. В Нижэкономбанке они помогают на каких-то крупных проектах компаниям в области сервисной робототехники. Корпорация МСП – это в целом такая корпорация, которая направлена на поддержку малого и среднего предпринимательства. Им, допустим, сложно идентифицировать роботехнические компании как таковые. Ну, может, мы где-то и когда-то и поддерживали роботехнические компании, но вообще-то в Акведе нет определения, что такое сервисная роботехническая компания, как вообще их найти и понять, что мы их поддержали. То есть здесь вот есть общая такая проблема того, что у нас никак нигде не определены роботехнические компании, различные виды этих компаний. Ростно она поддерживает проекты, Проекты через свои какие-то фонды. Российская венчурная компания тоже через какие-то фонды, не напрямую. Российский экспортный центр, Сколково. Одним из самых активных по поддержке роботехнических компаний, на ранней стадии проектов, это стал фонд содействия инновациям. Они более 100 проектов поддержали в целом. Сейчас тоже идет четвертая очередь НТИ. Кто говорил, что он что-то роботов разрабатывает, можно туда пойти и могут поддержать. Мы суммировали все истории, которые связаны с денежной поддержкой. Здесь, допустим, нету неденежной поддержки. Вы сможете это прочитать, когда выйдет исследование. Но, допустим, если подсуммировать, то всего за 5 лет российские роботехнические компании были поддержаны на почти 1,5 миллиарда рублей. За 5 лет. Если так посчитать, то в целом бюджет Корейского института развития робототехники в год это 50 миллионов долларов. Это приблизительно в 2 раза больше, чем то, сколько все наши институты развития поддерживают робототехнику за 5 лет. Это довольно печальная история. Есть ощущение того, что нужно это вообще как-то консолидировать. Нужна какая-то карта того, куда вообще идти, за какими деньгами, на какой стадии. Кто может помочь. Нужно какое-то единое окно для того, чтобы все это аккумулировалось. И были возможности компаниям быстро и доступно получать финансирование и знать, что вообще происходит. Вот топ по количеству финансирования. Но веб это было несколько всего лишь крупных проектов. Фонд Сколк предоставляет микрогранты, если компания хочет, допустим, куда-то ехать для участия в какой-то заурбежной поездке, они могут покрывать какие-то расходы или на исследование давать гранты. Но история там Сколково, что последние значительные какие-то вложения в роботехнические проекты были в 2016 году, а в 2017-2018 году совершенно незначительное число компаний обращается до финансовой поддержки Сколково. Но у Сколково есть и другие преимущества. Это то, что налоговые отчисления, страховые отчисления снижаются. Это тоже определенная финансовая поддержка. Но как бы ее сложнее измерить. Мы также с Минпромторгом сделали опрос о том, как вообще сами роботехнические компании оценивают и ощущают поддержку со стороны государства, что нужно менять. И здесь представлена некоторая выдержка из этого опроса. В исследовании поучаствовало 50 компаний и институтов в области робототехники, исследовательских организаций. В целом это довольно уже долго присутствующие на российском рынке компании. Высокий уровень экспертов. Это и владельцы топ-менеджмент компаний и институтов. То есть это довольно релевантная вообще выборка. И 98% сказали, что да, нам нужна стратегия развития роботехнической отрасли. Нам нужно понимать, какие отрасли могут быть приоритетными, какое у нас вообще состояние, к чему мы должны прийти в ближайшее будущее. И мы в том числе сейчас прорабатываем, общаемся с Минтпромторгом на вопрос вообще возможности создания такой стратегии. И в том числе наше изучение российского опыта и ситуации, наше изучение глобального опыта развития робототехники как раз направлено на то, чтобы мы понимали, какие инструменты работают и что мы можем сделать у себя. Мы спросили, до какого года должна быть создана стратегия. До 24, 30, 35, конечно, большая часть говорит, что 24. Но мы эти сроки тоже будем еще обсуждать. Мы задали вопрос, нужен ли вообще центр развития робототехники, который курировался. И большая часть сообщила и подтвердила, что да, это актуально и нужно, чтобы за развитие робототехники кто-то отвечал. Конечно, нужно обсуждать, в какой форме это должно быть быть и какие функции у него должны быть. Но вот оказалось, что самая важная такая функция это организация мероприятий, вообще создание коммуникации внутри, кооперации между разработчиками, популяризация робототехники, информирование о том, как это может принести какую-то прибыль компаниям, предприятиям, какие возможности дает робототехника. Потому что сейчас у нас в информационном пространстве есть очень большой, ну, недостаточно информации об этом. В основном, если вы там загуглите какие-нибудь новости про роботов, то почитайте, будут новости про то, что роботы придут и заберут ваши рабочие места. Или там, откуда люди вообще, откуда есть восприятие роботов, откуда люди знают про роботов. Если спросишь, где вы это видели роботов, скажут, что видели в Терминаторе или Мстителях. Ну вот это и есть представление роботов в целом. За рубежом, допустим, в Китае есть отдельно телевизионные программы, конкурсы, которые проводятся на телевидении, потом вообще как роботы используются, как они могут быть полезны. Нам тоже эту сферу надо развивать. Единое окно нужно как функция в этом центре содействия развитию пилотных проектов. Ну, собственно, все на экране можно прочитать. Центр развития должен быть создан на базе. Мы спросили специально, потому что есть как бы и различные институты развития. Иногда проще что-то создать на базе существующего института, чтобы оно быстрее стало развиваться, а то пока новую какую-то структуру будешь создавать, очень много всего, много времени потеряется. Интересно, что значительная часть участников решила, что такой институт должен создаваться на базе объединения участников рынка. То есть, собственно, какая-либо ассоциация, в числе наша, которая могла бы давать обратную связь и быть реальным, репрезентировать саму роботехническую отрасль и курировать эти вопросы. Еще была возможность предложения на базе государственной корпорации или какой-то общественной структуры, органе государственной власти. Есть разные возможности, но эта тема довольно дискуссионная, и мы будем продолжать исследовать, как это лучше сделать. Мы составили рекомендации по тому, как можно развивать роботехническую отрасль. Это не финальная рекомендация, просто предложение, которое сформулировано на основе аналитических задач по изучению поддержки робототехники на зарубежных рынках, и в том числе у нас в стране. То есть мы сейчас внутри ассоциации еще продолжаем обсуждать эту тему. Если у вас есть какие-то идеи, предложения по тому, как можно было бы развивать у нас робототехнику в стране, присылайте, будем обсуждать. Я думаю, это будет очень актуальная тема весь следующий год, какие меры и поддержки нужны, и какие шаги нужны для развития роботехнической отрасли. Пределили следующие ключевые принципы развития роботехнической отрасли у нас в стране. В первую очередь робототехника — это такая же сфера конкуренции между странами, это следующая гонка вооружений, такая же, как была в атомной отрасли и была в космосе. Абсолютно. И это читается, это чувствуется в других странах, и нам тоже нужно понимать, что это критически важная технология. Государственная политика должна отталкиваться от реалий социально-экономических проблем. Допустим, у нас есть Арктика. Там, что реально, это хорошие условия для жизни людей. У нас есть огромный ресурс, огромная страна, где мы можем использовать беспилотные технологии, чтобы получать все блага той территории, которые у нас есть. Это перспективная тема. Давайте мы будем это как бы учитывать и развивать. Сейчас мы сотрудничаем с Пресс-РПП, есть совет по развитию Арктики, и мы обсуждаем эти вопросы и помогаем, подтаскиваем какие-то решения, которые есть для использования робототехники, искусственного интеллекта в Арктике. Другой важный принцип, что роботы — это не заменяющие человека машины. Это те инструменты, которые помогают повышать эффективность труда и делают жизни людей лучше и безопасней, качественней. Спрос должен стать движущей силой развития рынка. Потому что, когда развивается даже в цифровой экономике, там было направление компонента робототехники и сенсорики. Ну, это отлично, конечно, что есть это направление, это тоже важно, но если нет спроса, если нет компаний, которые используют эти компоненты, то никому эти компоненты будут не нужны. И если мы драйвим, подготавливаем спрос, пусть это будут предприятия или какие-то компании, логистические или сельскохозяйственные, которые используют все роботы, тогда у нас будут производиться и компоненты, и сами роботы. Рынок робототехники глобальный, можно быть на нем успешным, только если идешь и метишься на экспорты, на мировой рынок, но это сейчас совершенно очевидно. Нужна активная позиция регионов в выработке государственной политики. И не государственной политики, а в поддержке компаний с учетом вот этой региональной специфики. Для создания мер развития рынка нужно как бы вовлекать в сообщество. Сейчас иногда сами по себе меры какие-то принимаются, не уточняется, что бы вот тут лучше сделать, чтобы оно использовалось намного шире. Сами ми, мероптехническим компаниям, то есть ощущение есть, что есть такой разрыв, и тут мы как ассоциат, я считаю, как раз можем сыграть важную роль для того, чтобы наладить как раз этот разрыв и доносить мнение отрасли. Необходимы целевые показатели. Банально, не знаю, чтобы российский рынок промышленной робототехники достиг 15 миллиардов рублей к 2020 году или к 2025. Или чтобы плотность роботизации у нас повысилась на предприятиях до 40 или 50 роботов на 10 тысяч рабочих к 2025 году. Какие-то такие ориентировочные, что мы понимали, что мы туда должны двигаться. Или сколько сервисных роботов должно производиться у нас, сколько мы вообще должны на экспорт продавать. И поддерживать в этом ключе. Должен в связи с регулярным мониторинг мер поддержки, насколько они используются и эффективны каким-то единым органам. И необходима усиление межведомственной коммуникации. Потому что зачастую разные ведомства тоже что-то делают для робототехники, а как оно вообще все в единую картинку связано, не очень понятно. Необходимые меры. Это, собственно, отражение тех принципов, которые были предложены выше. Это и субсидирование льготное кредитование для стимулирования спроса. Это поддержка роботехнической компании через какие-то льготы, или льготу налоговую, или льготу на социальное отчисление. Содействие в экспорте, создание координирующего органа, который отвечает за робототехнику, подготовка карт, кадров, популяризация через мероприятия, СМИ, и мониторинг развития отрасли. Немножко еще раз становлюсь на Центр развития робототехники. Этот список был сформирован на основе того опроса, который мы представили выше, и на основе анализа Корейского центра Института развития робототехники. И вот совсем недавно пришли еще некоторые идеи по развитию данного направления. В связи с тем, что я заметила, что у нас вообще нет даже какого-то демонстрационного центра робототехники, где были бы представлены разные роботехнические продукты наших производителей вообще. То есть, когда мы привозили в страну корейскую делегацию, мы даже не знали, что показать. Надо было вот прям куда-то сложно выбрать те компании, которые могут что-то продемонстрировать. Если бы просто был даже демо-центр какой-то независимый, где бы можно было там компаниям приезжать, смотреть, и потом понимать, как это реализовывается и уже устанавливать, это могло бы стать очень хорошим драйвером. Плюс к тому, там может быть зона коворкинга, где сами компании встречаются, обсуждают того, чтобы просто было пространство для этого, которое сфокусировано на данной отрасли. Есть специалисты, которые могут оказать роботехническим компаниям поддержку, например, поведение юридических или бухгалтерских каких-то вопросов. То есть, такие темы по созданию каких-то пространств для взаимодействия роботехнического сообщества и для демонстрации роботехнических решений очень может быть полезным у нас в стране. Также есть ряд документов, которые могут быть полезны для развития робототехники у нас в стране. Это, во-первых, стратегия, где определены цели, задачи, направления развития робототехники. Затем документ, описывающий потребности различных госведомост в развитии робототехники, какие нужно делать РНД. Дорожная карта вообще перспективных научных областей, которые могут быть, допустим, как это сделано в дорожной карте США. Документ или какой-то портал, где бы агрегировалась вся информация по государственной политике, по государственным мерам поддержки. Потому что сейчас в целом мы тоже идем к этому, потому что этот анализ, который был произведен, как раз направлен на то, чтобы показывать вот эту карту всех этих институтов развития и мер, которые предоставляют. И нужна методика развития робототехники в регионах, какая-то там, допустим, для региональной стратегии или того, понимать, кого, как, с кем мычить, развивать. Отдельные компании. И как это может быть полезно региону. В целом, как это сейчас развивается в Китае. В целом, это вот все рекомендации, которые у нас есть. Я открыта к вашим предложениям. И мы можем потом как-то еще продолжить обсуждение. На этом все. Спасибо вам большое за участие в нашем воркшопе. Субтитры сделал DimaTorzok